Привет, мои котики! Мы сейчас с вами погадаем на вашу соперницу, на разлучницу, именно на ту женщину, которая увела у вас мужчину. То есть был у вас мужчина, с которым у вас были интимные отношения. Это по-любому надо сюда. Не таких вот, как будто... Мы не будем сейчас говорить о соперницах, которые с ним в отношениях, а вы её воспринимаете. Нет, давайте та, которая именно увела у вас мужчину. И давайте посмотрим, чего она боится, ваша соперница и разлучница, если вы всё-таки хотите ещё бороться за своего мужчину. И давайте посмотрим, чего она боится. Боится ли она вас, эта разлучница? И мы будем смотреть на двух колодах, на Монаре и на Густаве Климта. Чего она боится? Так, четыре дамы у нас будут. Первая. Первая дама будет вот эта. Так, это первая. Вторая соперница. Чего она боится? Третья соперница. И четвёртая. Выбирайте эту мерзотварь. Выбирайте, девочки. Давайте посмотрим, чего она боится. Она боится, может быть, чего-то от вас вообще в жизни. Неуверенность какая-то. Она же прекрасно знает, правильно, что мужика увела. Нет таких наивных козочек, которые просто уводят. И давайте выложим вот эту. Хочу. Второй вариант. Третий вариант. Так, третий. О, как немножко перчатками моими не достаются карты. Но я вот сейчас даже про соперницу думаю, про разлучницу, да. И думаю, такие противные мысли. И потому сейчас будем смотреть. Загадывайте, мои дорогие. Я тоже приготовилась заниматься обсерушками ваших соперниц и разлучниц. И сейчас мы посмотрим, чего же она боится. Монара здесь не просто так. Я хочу, чтобы вы увидели, чего она боится, возможно, внешне и в этом интимном плане. Выбрали? Выбрали эту мерзотварь? Давайте погадаем. Итак, первая. Первая соперница – разлучница, чего она боится. О, она очень сильно. Знаете, она боится. Действительно боится. Двадцать первый старший аркан. Она уже чувствует, что их отношения не то, что разложены, да. Она боится, что всё закончится. Она не считает себя последней женщиной в его жизни. И она боится, что что-то в его жизни изменится. Она боится, что этот мужчина, король мечей, не будет с ней. И я вам скажу одну вещь. Она не просто так боится. Дело в том, что он об этом с ней разговаривал. Мужчина, скорее всего, это даже ваш король мечей, разговаривал с ней и говорил, что если что-то не так, то он от неё уйдёт. И она понимает, что это не так что-то будет. Оно для неё вылилось вот этим вот старшим арканом. Она реально боится, что он её покинет и уйдёт. Потому что он ей говорил, в каких случаях он её покинет и уйдёт. Возможно, вообще даже мужчина говорит, что, ты знаешь, я с тобой не буду. Я даже вот свечку, девочки, сейчас не зажигала, потому что они недостойные. Даже того, чтобы даже моя свечка тут горела. Я для вас её зажигаю, а не для каких-то таких собак с женского пола. Так что, девочки, она боится того, что мужчина всё-таки с ней расстанется. И дело в том, что мужчина действительно её бросит. Этот страх, пусть он у неё и живёт. Пусть она и чувствует это. Она знает за что. Она прекрасно знает, что такое бумеранги и всё остальное. Так что она боится решения мужчины. А решение у мужчины будет. Вот такой вот первый вариант. И знаете, тут нифига такого сексуального, интимного у нас с вами не выпало. У нас выпало именно то, что мужчина поставил её. Перед фактом, что... Вот что-то он ей такое вот сказал, что, видите, у неё так полез этот 21-й аркан. И причём, я вам скажу, да, 21-й аркан на Монаре, он иногда гулящесть, да, какое-то гулянье обозначает. Я так вам скажу, что, может быть, вот этот мужчина, она уже как-то пытается даже, может, за кого-то другого зацепиться. А не только за вашего. Вот такой вот был первый расклад. Может, и небольшой, но всё же, девочки. Второй вариант. Чего боится соперница и разлучница? О, а тут очень похожие карты, как в первом варианте, мои дорогие. Так, чтобы не засвечивало, я возьму даже в руки. Чего она боится? Смотрите, пятёрка воздуха и четвёрка кубков. Она боится, я вам тут скажу так, она боится именно секаса. Она боится секаса. Да, я так вот говорю, чтобы не вот это вот слово произносить, да. Она боится секаса на стороне у этого мужчины. И либо это она изменяла этому вашему мужчине. И вот она боится, что тайна раскроется. Либо она сама узнает об этом. И всё, разрыв отношений будет. Она боится соперницы. Да. И знаете, я вам скажу, вот по этой карте, да. Вот даже вот и по этой. Ну и вот эту тоже можно. Змея, видите, на шее. Она подавлена. Соперница подавлена. Ей не даёт покоя мысли, что он может ей изменить. И она ищет ответы, что он, скорее всего, ей изменял. Возможно, с вами. И, девочки, если честно, вот если хотите ударить по яйцам своей этой разлучнице и сопернице, даже если вы не хотите этого мужчину возвращать, да, я советую даже вот типа дружеский интимчик с ним иметь. Дело в том, что вы потом просто её повесите на дубе. Понимаете? Вот именно вот этим. И если вы можете знать что-либо такое, дело в том, что она изменяла своему партнёру, да. Тут всё именно замешано на этом сексе, на изменах. Вот такие вот дела. Вот такая вот боязливая у нас выпала разлучница. Третий вариант. Давайте посмотрим. Третий у нас. Чего она боится? Соперница и разлучница. Ха-ха, королева воды, которая по семёрке мечей боится. Я вам скажу одну вещь. Либо она боится не родить, да. Она боится, что она не будет чувствовать себя именно как женщина. И, скорее всего, это боязнь не родить ребёнка вашему партнёру, либо от вашего мужчины, либо не родить вообще. Вот у неё первый смысл – это того, что она теряет либо яйцеклетки, либо она теряет… Даже если она беременна, это может означать, что она боится потерять этого ребёнка. Она… Ещё такой момент, да. Ну, тут вот реально расклад связан именно с детьми, да, с женской половой функцией. Но всё-таки вот эта королева воды иногда обозначает ещё и невесту. А если они не расписаны, не женаты, она боится, что он её замуж не возьмёт. Это реально конкретные страхи. Либо она боится не родить ребёнка, либо не родить ребёнка, не того пола, которого он хочет. Знаете, бывает так, мужики. «Я хочу сына! Я хочу сына!» Ну, допустим, да, и она реально боится, что она не сделает это. Потом боязнь. Если это возрастная женщина, да, то, я вам скажу, это боязнь свою женскую привлекательность для мужчины потерять. И боязнь того, что он не возьмёт её замуж. Тут вообще всё просто и понятно про эту гадину. Ладно, и давайте следующий. Четвёртый вариант, мои котики. Давайте посмотрим, чего боится эта. Так, это я уберу. О-о-о-о! А тут, смотрите, девочки, да, ни одной не выпала разлучница-соперница, которая ничего не боится. Страхи выпали у всех. И четвёртый вариант. Семёрка. Семёрка огня выпала. И двадцать первый, старший аркан, уже здесь. Здесь, девочки, тут, кстати, момент такой, что у вас очень сильно совпадает с первым вариантом. В первом варианте у нас тоже был двадцать первый старший аркан с королём мечей, да. А у вас, получается, тоже двадцать первый старший аркан, но в густаве климате. И семёрка. Семёрка огня. Если тут у нас она боялась, боится, что он её уйдёт, потому что он об этом ей говорит, да, то тут она боится измены. Она реально боится, что он либо уйдёт к вам, да, вернётся, либо уйдёт какое-то другое. Дело в том, что она не одинока, как женщина в его жизни. В его жизни есть ещё другая женщина. И это может ей быть либо вы, либо ещё кто-то третий, да. То есть она реально за него трясётся. Она реально трясётся. Она чуть ли не ночами не спит и боится, что вот кто-то другой победит. И причём, знаете, тут вот по семёрке огня вот это очень повышенная тревожность, да. Повышенная тревожность. У неё всё время она какая-то как дёрганая. Она ходит по улице и боится оглянуться, чтобы там кто-то её не увидел. Может, она боится, чтобы вы её не увидели, чтобы там кудлы не повырвали, да. То есть она боится встретить какую-то... Она бы хотела бы об этом не думать, но у неё это реально навязчивая идея, да. И она просто чует, чует с, я не знаю, чем, и пятой точкой, да, и я не знаю ещё чем, но она реально чувствует, что что-то не то, и что это... Этот мужчина, он не только с ней. И она чувствует, что этот мужчина, да, не любит её так полностью, как бы она хотела. И дело в том, что у неё самой мысли вот такие по двадцать первому старшему аркану возникает, да, что она останется одна, всё, тьма кромешная. Причём, вот смотрите даже вот разницу между первым раскладом, да. Вот я сравниваю, чтобы вы просто это увидели. Двадцать первый аркан тут выпал с золотого таро, а тут двадцать первый с монара. И причём, смотрите, тут женщина, как говорится, а это тут экстравертная такая карта, да, то тут живот интровертный, да, внутри, копошение, да. Если она вот это вот видит дальше, свою жизнь какую-то, даже без мужика, да, то ваша, вот эта вот соперница-разлучница, у неё будущее такая тьма кромешная, да. Она реально сейчас растерялась, она не знает, что делать. Она и пытается бороться, но она делает много очень неправильных шагов. Она либо пытается повторять за своей соперницей, да, вот чуть ли не копировать её может, кстати. Может, это вы, обратите внимание. Может, она очень во многом вас скопирует в поведении, чуть ли не в походке, как вы разговариваете, для того, чтобы уравнять себя с вами. Но это такое, вот знаете, глупое желание, да, уравнять себя с другой женщиной, повторять чуть ли не скальп другой женщины одевать, чтобы мужчина её любил. И эта мелочность, она не настолько умная, вот реально, да, она просто упёртая и упрямая. И вот это и её какие-то плюсики, что она упорная, да, упрямая в чём-то. Но кроме этого упорства и упрямости этой ничего нет. Ума у неё нету. И вот это страх и конкретный страх. Вот чего она боится, она на то и напорится. Всё-таки 21-й старший этот аркан на это указывает, что вот этот страх, он сбудется, как и у первого варианта. Вот такое мини-гадание было, но всё же мы сейчас посмотрели на страхи. Девочки, для чего можно использовать вот это вот гадание? Для того, чтобы давить на больные точки. Всё, мои дорогие, пока-пока. Всё, мои дорогие, пока. Всё, мои дорогие, пока.